Этот арт-объект в Чувашской республике пользуется очень большим спросом, влечением улыбок, который символизирует другу. Последний день Иволги выдался богатым на вип-гостей. Представители аппарата президента, Федерального министерства культуры, региональной и городской власти посетили молодежный форум. Экскурсия по площадкам «Живая беседа» с участниками заседания Молодежного совета ПФО. Особенно продуктивно прошла встреча с ребятами из смены культурный бум, где гостям показали презентацию Всероссийского форума «Жемчужина на Волге». Инициативу поддержали на федеральном и региональном уровнях. Предполагается, что пробный форум состоится уже в этом году. Иволга на Самарской земле проходит в третий раз и с каждым годом объединяет все больше участников. Важная задача организаторов – выстроить программу форума согласно их запросам. Мы покорректировали обучающие программы предприниматель. Мы посмотрели и скорректировали по запросам ребят в программу «Молодых политиков». По всем программам мы наполнили их теми смыслами и содержанием, которые сегодня ребятами наиболее востребуют. Гости отметили и значительный рост качества проектов на форуме. Сегодня это взвешенные и здравые идеи, которые помогут решить многие проблемы в стране и в регионе. Форум стал совсем другим, серьезным. Люди едут ответственно с очень хорошими проектами и общаются между собой и понимают, что сюда едут не просто так вот отдохнуть, а очень усиленно работать. Последние годы государство уделяет все больше внимания поддержке молодежных инициатив. Это крайне важно, потому что инициатива молодежи всегда была такой движущей силой изменения в обществе, позитивных изменений в обществе. И государство, поддерживая такие усилия молодежи, такое стремление молодежи меняться, фактически ускоряет преобразование нашего государства по пути развития, по пути прогресса. Когда официальные встречи закончились, наступил ключевой момент 10-дневных презентаций и лекций – вручение грантов победителям. Больше всего наград собрали участники смены инноваций и техническое творчество. Виктор Осетров поднялся на первую ступеньку интеллектуального пьедестала за разработку прибора для распознавания речи. Например, вы сейчас записываете интервью, а вполне может быть в будущем в режиме реального времени моя речь будет преобразоваться в текст и уже сразу вводиться в твиттер или же в новости. То есть мы занимаемся технологиями, которые очень актуальны, динамично развиваются, и за ними будущее. На одной сцене с победителями и 18 счастливчиков, получивших путевку на космодром Байконур, им предстоит увидеть старт ракеты. После торжественной части ребятам, достойно защитившим свои проекты и принимавшим активное участие в жизни форума, сделали приятный сюрприз – покатали на воздушном шаре. А ярким завершением «Иволги-2015» стала большая дискотека. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.